Вопрос номер пять Castle и Toyota одно ли это и то же? Этот вопрос очень для меня сложный, почему? Потому что, конечно же, естественно, когда я готовил материал, я первым делом списался, звонился со своими знакомыми, которые в Японии живут, по многу лет там работают, не просто работают в нефтебизнесе, а посещают и заводы, и GX бывают, и блендеры разные посещают, то есть они как бы в этом варятся, соответственно, как бы знают гораздо больше, чем я. Вот поэтому картина некоторая составила, сейчас попытаюсь объяснить так, чтобы было понятно. Все, что GX выпускает для внутреннего рынка и для экспорта, это Toyota и Castle в 200-литровых бочках и двадцатках однозначно абсолютно одинаковая, сто процентов. Toyota даже не заморачивается при логистике, при обгрузках на бочках, которые приходят в Россию, к нам Castle, на самой бочке есть артикул тойотовский там 08-800-80-10700, то есть просто сверху наклейка с артикулом Castle, то есть наклейка такая же, как на Toyota, абсолютно одинаковая, кроме того, что вместо артикула 08-800-80-10700 стоит, артикул МВК-галочка начинается, Castle. Все, визуально и бочки абсолютно одинаковые, то есть они просто на стадии отгрузки клеят разные наклейки, те, которые идут там на дилерские центры, на станции оригинальные Toyota и те, которые идут на экспорт. Двадцатилитровые канистры Castle 025-30, это тоже самое, что двадцатилитровые банки Toyota, они абсолютно идентичны, включая самые мелкие детали, потому что, собственно говоря, производятся на одной и той же структуре. Единственная разница в том, что на Castle'овских упаковках есть номер, который начинается с новой, как галочка, а на Toyota, соответственно, 08-800 и так далее. Ну, давайте поеду вам пример. Вот Toyota'овские банки. Это, правда, у нас Type-T4, но тем не менее. Во всем остальном, эти банки абсолютно идентичны. Русская локализация на самой упаковке, на металлической канистре отсутствует, но она обязательно есть на стикере, который наклеен на верхней части канистры на крышке. Здесь у нас указано Toyota Mobility Parts Corporation, адрес изготовителя и все данные, которые нам необходимы. Также значок EIC обязательно стоит. Четырехлитровые канистры Castle. В Японии они не продаются, их невозможно купить даже через сеть интернет. Это сугубо экспортный продукт. Он предназначен был изначально для экспорта, причем не только в Россию, конечно же, естественно. Продукцию Castle, четырехлитровую канистру, производит тот же самый абсолютно завод, что делает и Mobil, и Toyota. Это завод Vakayami, бывший завод ExxonMobil. На одних и тех жилениях производится эта продукция. Завод очень большой, бывший ExxonMobil, он сейчас входит в группу EMG. Эти все заводы, они вообще, в принципе, все называются EMG, просто их владельцем является GX. Так вот, этот завод, он крупный, естественно, помимо Castle и Mobil он делает и оригинальные масла и Toyota, потому что это обычный блендер. То есть это хоть и группа компании GX, но это блендер. Он берет заказы на разные абсолютно масла, которые могут принести ему деньги. Соответственно, масла используют базовые, я уже объяснил. Какие делается продукт, понятно где. Производится он только в Японии. Тару для Toyota и для Castle производят, естественно, одни и те же структуры, одни и те же заводы, поэтому просто разный принт, разный рисунок. По сути дела сама банка металлическая абсолютно одинаковая. Литровую консерву производит только Toyota в таком форм-факторе неудобном. Сделана она была изначально для того, чтобы просто сэкономить. Такая канистра стоит дешевле, чем канистра с крышкой. Ее удобнее стабилировать. Для логистики она проще. Все было сделано для того, чтобы просто сэкономить копейки. Металлическая тара производится корпорацией Nagao Saikan, как мы видим и на Toyota. Тоже самое видим на Castle. Она абсолютно одинаковая, вплоть до всех мельчайших деталей. Хоть у Nagao Saikan, который производит канистры для завода GX, который в VKM находится, тоже есть свой завод VKM. Они там не то чтобы соседи совсем, но как бы рядом находятся. Часто бывает такое, что на GX, вот на этом заводе конкретно на EMG, используют продукцию, которая приходит из чибы. Многие клиенты, подписчики меня спрашивают, почему у бренда Castle нет трансмиссионных масел, не для КПП, не для вариаторов. Они попытались сделать такой продукт, это было лет, наверное, 12 примерно назад, плюс-минус. Не знаю, помните, не помните, такая была желто-серебристая такая баночка, она называлась Castle Multi-ATF, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Была изначально она предназначена для экспорта, но параллельно они попытались сделать емкости в 20 литров 200 для своих станций. Продукт вообще не пошел ни в Японии, ни в России. В России, потому что он стоил дороже, чем VS-KT4, которые в то время были еще супер дешевыми, к тому же возились в семь подряд в Россию. Вот. Поэтому он не выдержал конкуренции, некоторое время он там повисел на складах у местных импортеров и как-то осел где-то еще и в итоге все это затухло. Вот. В Японии он так же не пошел, потому что, ну, сервисмены и клиенты, обычные потребители не понимали, зачем они сделали универсальный продукт, хотя есть за ту же самую стоимость продукты конкретно предназначены там для Т4 и ВС. Зачем они объединили эти допуски в одном продукте. Продукт был дорогой, на самом деле, и по меркам японским тоже он стоил дороже немножко даже, чем продукты, которые вот были выпускали с Тойот на том же самом заводе там и Т4 и ВС. Вот. Поэтому продукт вообще не зашел ни россиянам, ни японцам и, к сожалению, все попытки сделать какую-либо трансмиссию на этом остановились. Но в Японии продается очень хорошо вобилопродукты и вариаторные, и для КПП, которые производят, собственно говоря, та же структура, та же корпорация. Поэтому они решили, видимо, не вносить эту вот еще больше сумятицу, там, не добавлять это вот масло в огонь и решили больше не заморачиваться с экспериментами с Касселом. Они ограничиваются только вот определенной небольшой линейки. У Кассела очень маленькая линейка продукции, вообще там мизерная, она практически вся в Россию возит. Я надеюсь, что они все-таки сделают в бренде Кассела трансмиссионные масла, потому что в России это было бы, ну не то чтобы хитом, но, по крайней мере, это было бы востребовано сейчас в силу того, что ценники на оригинальные масла, в том числе на Тойотовские, извинтились просто до небес. Поэтому это было бы неплохо. Но, с другой стороны, сейчас мультиков и так хватает всем. Шестой вопрос, последний, наверное, самый важный. Стоит ли переходить с Тойоты с Японской на Кассел? Есть ли в этом смысл? Я сейчас выскажу свое собственное мнение, принимать его, не принимать, это решение уже за вами. Я считаю, что вот в наших реалиях при той стоимости за оригинальную Тойоту и тому наличию контрафакта, который с этим брендом связан, думаю, что смысл есть. Это не только в денежном эквиваленте, потому что Кассел, как ни крути, стоит все-таки дешевле, чем Тойота. Тем более, в последнее время, когда настолько сильно попрыгнули ценники. На Кассел тоже ценники будут повышаться пропорционально с Тойотой, естественно, само собой разумеется. Но, тем не менее, все равно чуть-чуть он стоит будет дешевле. Это первое. Во-вторых, контрафакт подделка. По Касселу подделки нет. По 4-литровой канистре подделки по Касселу нет точно. Про отличие оригинальных банок Тойоты я вам уже рассказал миллион раз. У меня есть на канале просто колоссальное количество видео, в которых прям пошагово до всех мельчайших деталей я объясняю, какие конкретно банки производит завод на Гаусс Айкан. Так вот, продукцию Кассел, естественно, фасудит в те же самые банки, которые производятся и оригинальные Тойота. Соответственно, все те же отличительные особенности, которые характерны для оригинальной Тойоты и характерны для бренда Кассел. Картонная упаковка Кассел также идентична Тойотовской. 24 литрушки, 6 4-шек. Единственная разница в том, что локализован обязательно на картоне перевод. На продукции Кассел также указан у нас экспортер-изготовитель Тойота Mobility Parts Япония. Наименование, срок годности, условия хранения и так далее. Значок Е-ОСЕ обязательно стоит. Такая же желтая обечайка, ручки для переноски. Все то же самое, что и у Тойоты. Почему я уверен, что продукцию Кассел не подделывают? Я пытаюсь объяснить это все наиболее просто. Литровые канистры и Тойоты, и Кассел не подделывают вообще. Их не подделывали, не подделывают и вряд ли будут подделывать. Немножко по-другому устроен рынок китайский. А так как в Китае производятся все поддельные канистры, 99,9%, то поэтому подделывать их не будут, потому что это нецелесообразно, дорого и никому из китайцев не нужно. Вообще абсолютно это не востребовано. Поэтому литровые канистры с Тойотовски можно покупать смело, в любом случае. Где-то я слышал какие-то слухи или мифы о том, что их начали подделывать. Это все полнейший бред, полнейший бред. Верьте мне, их никто не подделывает. Что касается четырехлитровой тары. Четырехлитровую тару для поддельной Тойоты производят в Китае масса заводов. То есть купить ее вообще не проблема. Но единственное, что совсем дешевая тара, она вообще не похожа. То есть мы рассматривали сами неоднократно разные подделки разных, разной степени качества производства. В Китае есть пара заводов, которые делают очень сильно похожую тару, но все равно они некоторые нюансы, многие нюансы вернее не учитывают. И она при должном рассмотрении отличительных особенностей там на самом деле немного. И о них я всех вам рассказывал уже. Вы их знаете лучше меня, наверное. Так вот, принты под Тойоту, под хорошие банки Тойоты делают немного китайских заводов. Как происходят еще подделки, как она возится в Россию? Пустые банки привозятся в Россию, крышки покупаются, как правило, на заводе Хиракама. И в России уже по факту заказываются картонные коробки и в них разливается масло непосредственно уже на местах. То есть вот подельщики получили партию с пустыми банками, в гараже разлили масло, которое было у них под рукой, крышками закрутили, специальным зажимным условием, ручным зажали крышки, положили всю эту упаковку в картонную коробку, которую заказали у местных производителей картонной тары. И продали вам за 2000 рублей, при себестоимости там 500, например. Так вот, принты с тойотовскими, тойотовские принты с тойотовской банкой, с рисунком банки Тойоты, купить вообще не проблема в Китае абсолютно, разного качества, есть и хорошие, но там очень многое надо покупать, там начинаются у них, по-моему, продажи. Смотрел на сайте, я специально залез, посмотрел, там что-то от 5000 банок, по-моему, что ли, минимальная партия, которую они нагружают. Это хороший завод, который большое делает. Они не стесняясь делают это все, никто за этим не следит, вообще всем пофигу, на самом деле. И в Китае, и в России, и в Японии, тем более. Никто вообще, никто даже этим не заморачивается. Вот как продавалось все это в Китае, так и продается. Так вот, чтобы сделать Castle, запустить производство на китайском заводе, да, вот сделать принт, ну, это надо, чтобы потребность в этом бренде, потребность у подельщиков, она выросла до масштабов там, ну, тысяч, например, 50-60 банок, потому что купить-то можно от 5, например, тысяч, да, но делать на заводе, чтобы это было все дешево и чтобы это было массово, нужно большими очень партиями. Поэтому Castle, ну, может быть, к счастью, конечно, не дорос еще до таких объемов продаж, чтобы быть востребованы у подельщиков. И в ближайшее время, в ближайшие годы, думаю, что все-таки китайцы делать этого не будут, не будут этим заниматься, потому что, ну, это не настолько востребованный продукт. Поэтому пользуйтесь пока что этим, в ближайшие там 5-6 лет точно не будет подделывать, можете смело брать Castle, потому что это будет на 100% оригинальный японский качественный продукт. На этом все, надеюсь, видео стало для вас полезным, я попытался рассказать все, что знал сам, возможно, у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях, и я обязательно хочу от вас услышать, насколько вам интересен бренд Castle, если вы им пользуетесь уже, обязательно отпишитесь. Хороший, плохой, чем устраивает, чем не устраивает, что бы хотелось вам поменять, что бы хотелось вам там добавить в линейку, каких продуктов вам не хватает, или, может быть, вас что-то не устраивает, или какие-то вопросы по бренду остались. Я это все обязательно буду транслировать импортерам, и по максимуму постараемся эти вопросы все урегулировать. Поэтому не стесняйтесь, обязательно пишите в комментарии свои пожелания, эмоции, вопросы, все, что вам в душе заблагорассудится. С вами был Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, жмите лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok